Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео озвучу последние тенденции в запросе за дополнительными доказательствами, которые высылает иммиграционная служба в отношении петиции EB2 с National Interest Waiver. И конкретно для бизнесменов, когда люди подают петиции EB2 с National Interest Waiver на основании ведения или потенциального ведения бизнеса в США и тем самым пытаются доказать национальное значение и важность своего мероприятия и получить, конечно, заветную грин-карту. EOSI может выслать, и часто это делает, запросы за дополнительными доказательствами. Они ищут и хотят получить определенную дополнительную информацию или документы, но время от времени тенденции меняются, что они хотят видеть и знать в определенных категориях. Так вот, что мы видим в последнее время? Именно в отношении бизнеса в США. Человек, потенциальный иммигрант, подает бизнес-план, свое заявление, как может описывает и подает определенную доказательную базу, какой бизнес он собирается вести в США и каким образом это в национальных интересах страны. И также помните, что надо доказать, что у человека есть необходимые знания, умения, квалификации, чтобы осуществить в США то, чем он собирается, собственно, заниматься. И в последнее время ЮСИАЕС и миграционный департамент делают очень большой акцент на прошлой предпринимательской или профессиональной деятельности у человека и его будущих планах в США. То есть очень сложно убедить иммиграционный департамент в успешности мероприятия, если в прошлом человек к этому не имел никакого отношения. Даже если был бизнес в какой-то стране, и потенциальный бизнес также в США будет, то есть и то, и то предпринимательство. Но если сферы и индустрии совсем-совсем разные, то, конечно, ну и, наверное, объективно иммиграционный департамент поднимает вопрос, что каким образом предыдущие навыки, знания и умения потенциального иммигранта помогут ему заниматься в США тем, чем он никогда не занимался в своей стране. То есть очень важно провести параллель. Я не пытаюсь сказать, что бизнес должен быть обязательно одинаковый и зеркальный между бизнесом, который мог быть в другой стране, и предполагаемой коммерческой деятельностью в США. Нет. Надо объяснить, каким образом предыдущий опыт работы поможет человеку осуществить его планы и намерения в Соединенных Штатах. Также иммиграционный департамент очень скрупулезно относится к рассмотрению национальной значимости бизнеса. То есть я уже говорила в предыдущих видео, еще раз повторю, ну создание одного, двух, трех рабочих мест, ну вряд ли это в национальных интересах США с объективной точки зрения, а для этого не надо быть адвокатом или понимать какие-то нюансы регулирования. А что в национальных интересах? Либо создание много рабочих мест, какое-то глобальное развитие бизнеса, либо создание какого-то продукта и услуги, в которой может пользоваться большое количество населения. То есть, например, либо бизнес глобальный распространяется на всю территорию США, либо бизнес может быть локальный, но его продукты или услуга распространяются на всю территорию США и приносят пользу большему количеству населения США, нежели непосредственное окружение самого иностранного предпринимателя. Или приносит пользу США как стране. Например, создание новых технологий или повышение безопасности США как стране, помощь США, способствование, чтобы США оставалось конкурентно способной на мировом рынке в определенных стратегически важных индустриях и подобное. Иногда во время консультации меня спрашивают, а подходит ли такой бизнес, подходит ли такой бизнес. И называют одно, два, три слова, чем они собираются заниматься. Это потенциально подходит любой бизнес, но это задача иностранного инвестора, предпринимателя, человека, который собирается претендовать на этот тип иммиграционной категории в США, объяснить, каким образом его бизнес принесет пользу стране. Пользу либо США как стране, либо населению США в целом. То есть, если потенциальный предприниматель не может это артикулировать, если он не знает, то никто за него не сможет выполнить эту работу, так как все мы являемся профессионалами в нашем бизнесе. Если человек говорит, что он чем-то хочет заниматься в США, соответственно, он должен изучить рынок в США, он должен для себя определить, какую нишу он собирается заполнить, и у него должна быть возможность это артикулировать. А дальше, после этого, это уже задача адвокатов и, может быть, даже каких-то дополнительных профессионалов мы можем подключить, таких как людей, кто составляет бизнес-планы, кто делает дополнительное изучение рынка, кто делает экспертный анализ какой-то индустрии. То есть, дальше мы уже можем подключиться, правильно составить петицию, правильно предоставить доказательную базу. Но основа, в чем, собственно, польза предполагаемого мероприятия, должна исходить от бизнесмена. Если у вас есть вопросы по этой иммиграционной категории или по любой другой иммиграционной программе, пожалуйста, записывайтесь на консультацию.